Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава четвертой книги царей, последняя в этой книге, последняя во всех книгах царей, которые, собственно говоря, есть четырехтомное единое повествование. Самая-самая печальная. Книга царей начинается с такой юности, с весны, с расцвета Израиля. А заканчивается его полной национальной катастрофой. По каким причинам? Надо ли повторять про язычество? Надо ли повторять, что завет, заключенный израильтянами с Богом, предполагает взаимные обязательства и санкции за их неисполнение? Вот, соответственно, Израиль отпал от Бога и получает за это наказание. В 10-й день, 10-го месяца, 9-го года царствования Циткии, вавилонский царь Новуходоносор со всем своим войском подступил к Иерусалиму, встал в лагерь и окружил город осадным валом. Это у нас 588 год до н.э. Город оставался в осаде до 11-го года царствования Циткии. В 9-й день, 4-го месяца, когда в городе был жестокий голод и простому народу нечего было есть, враг ворвался в город. Очень скупо повествует автор, очевидно, ему тяжело об этом говорить. Вот все богословские рассуждения, они в других местах этой книги. А когда вот начинается эта самая резня, когда начинается падение Иерусалима, тут что уже рассказывать, вот просто жестокие факты. Все войны ночью вышли из города через ворота, что между двух стын возле царского сада. Не очень понятно, как это было устроено, мы плохо себе представляем географию Иерусалима до его взятия. Они пытались уйти в направлении Аравы, а город был окружен халдеем. Ну, то есть остатки войска, после того, как город уже пал, пытались как-то выйти. Халдейское войско погналось за царем, настигло его на Иерихонских равнинах. Его воины разбежались, а самого царя схватили и привели к царю Илонскому в Ривлу на суд. Этот самый царь Циткия. Сыновей Циткии убили у него на глазах, потом выкололи Циткии глаза. Вот очень жестокая вещь, что последнее, что он видел, смерть своих детей. Выкололи Циткии глаза, заковали в бронзовые отковы и отвели в Вавилон. В седьмой день пятого месяца, это был девятнадцатый год царствования Вавилонина уходоносора, слуга вавилонского царя и его телохранителей Навозаардан пришел в Иерусалим и сжег храм Господень, и царский дворец, и все дома в Иерусалиме, все большие здания он сжег огнем. Это, соответственно, 586 год, Дона Шевера. Ихалдейское войско под началом начальника телохранителей разрушило городские стены Иерусалима. Прочий народ, который только оставался в городе, и тех, кто прибежал к царю Вавилонскому, все это множество людей, начальник телохранителей Навозаардан отправил в изгнание. Лишь некоторых бедняков оставил начальник телохранителей трудиться в виноградниках и на полях. Продолжение той же политики, которая была в Вавилоне, не уводят всю элиту. Они уже это сделали еще прежде, еще до разрушения Иерусалима, оставляют лишь крестьян, потому что крестьяне сами по себе, они не опасны, им трудно организоваться, у них даже нет кузнецов, чтобы себе оружие приготовить. Здесь уже даже и крестьян большинство ввели, оставили ввели некоторых бедняков, чтобы там уж совсем все в запустение не пришло. Дальше, горький перечень. Бронзовые колонны из Господнего храма и подставки, и бронзовое море, которое было в храме Господнем. Халдеи разбили, унесли эту бронзу в Вавилон. И горшки, и лопатки, и щипцы, и подносы, и все бронзовые сосуды, которые только были для служения, все взяли. Начальник телохранителей взял и кодильницы, и чаши, что только было, и золото, и серебра. Обе колонны, и море, и подставы, которые сделал Соломон для храма Господня, и не счесть, сколько всего было там бронзы. И одна и другая колонны были в 18 локтей вышиной, на ней была бронзовая капитель, высотой в 3 локтя. А вокруг всей капителя плетение из гранатов, и все это из бронзы. Мы читали эти подробные перечисления и описания, когда было про строительство храма. До этого, скажем, про сооружение Скини еще в книге Исход. А здесь довольно коротко про ту добычу, которую взяли, и все равно это перечисление как прощание не только с людьми, но и с украшениями храма. Начальник телохранителей забрал первосвященника Сыраю, второго священника Сафонию и трех привратников. Из города он забрал одного евнуха, который начальствовал над войнами. Пятерых обнаружен в городе приближенных царя, песца, который набирал из народа воинское ополчение. Из 60 простолюдинов, которых нашел в городе, начальник телохранителей Новозардану, то есть вавилонский эмиссар, генерал, который там распоряжается. Новозардан взял их и привел к царю вавилонскому в Ривлу. В Ривле, в земле Хамат, то есть уже далеко от Иудеи, вавилонский царь всех их казнил смертью. Так иудеи были изгнаны из своей страны. Зачем казнил? И вот даже людей, которых просто схватили на улице простолюдинов, ну, просто уже такая тактика террора, тактика мести за унижение, за неподчинение, вот уже буквально кого попало. О теме, кого вавилонский царь на уходоносе расставил в стране иудейского, он поставил править Гедалью, сына Ахикама, внука Шафана. Когда все оставшиеся войско иудеев во главе со своими военачальниками услышало, что вавилонский царь назначил Гедалью, они пришли к Гедалье в Мицпу. Там были Ишмаэль, сын Нетаньи, Йоханан, сын Кареаха, Сырая, сын Танхумета из Натафы и Язаньи, родом из Маахи, вместе со своими людьми. Гедаль, склятвый, сказал им и их людям так, не бойтесь халдейских служителей, живите в нашей стране и сами служите царю вавилонскому, и будет вам хорошо. Но после этих казней, устрашив часть иудеев, оставляют там какую-то временную администрацию, которая уже, очевидно, не будет никак пытаться восстать. В седьмой месяц пришел с десятью людьми Ишмаэль, сын Нетаньи, внук Элишама из царского рода и сразил насмерть Гедалью вместе с аудеями и халдеями, какие были при нем в Мицпе. Но тут уже гражданская война, такие партизанские действия. Тогда весь народ от мала до велика поднялся вместе с своими начальниками и отправился в Египет от страха перед халдеями. Ну, понятно, что будет карательная экспедиция, они переселяются в ближайшую другую державу. Когда царь иудейский Ехояхин находился в изгнании уже 37-й год, 37 лет после этого прошло, в 27-й день 12-го месяца, в тот самый год, когда в Вавилоне воцарился Эвил Мерудах, он освободил иудейского царя Ехояхина из темницы. Он говорил с ним по-доброму после 37 лет заключения. Назначил ему место выше всех царей, какие были при нем в Вавилоне, дал ему новое одеяние взамен того, что носил он темницы. Теперь Ехояхин постоянно ел за его столом до конца своих дней, а царя он получал постоянное удовольствие ежедневно до конца своих дней. Хоть что-то положительное под конец. На этом заканчиваются книги царей, заканчивается история того, как израильтяне не смогли исполнить замысел Божий о них самих, не смогли удержаться в отношениях завета с Богом и были изгнаны из своей страны. Что произойдет потом, как они вернутся в нее, об этом будут рассказывать другие книги. Прежде всего, книги Езры и Немии. КОНЕЦ